Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сегодня у нас Звездные войны с Чубакой С Ханом Соло С Дартом Вейдером С Соколом старым тысячелетним И с прочим фан-сервисом для вас поклонники творчества Лукаса Здравствуйте! Сегодня со мной Бернхард Он мне расскажет о том, как в это играть С чего это началось Откуда есть пошло И почему Дисней такой Он мне все расскажет Поехали! Расскажи мне, пожалуйста, о истоках Истоках этой системы Откуда она, кто ее выпустил Что это вообще за игра Когда она появилась на свет божьей Ну, игра появилась на самом деле достаточно недавно После того, как компания Fantasy Flight Games Известна больше своими всякими настольными играми Которые там раскладывают поле Грают там Кидают в фигурки Или там в карточные рубятся Типа какого-нибудь Доминиона Я не помню, это правда они делали или нет Неважно Вот И значит Она купила права У тогда еще Лукаса На создание всяких разных игр По Звездным Войнам Они начали клепать Настольные игры И, собственно, варгеймы Вот И первый варгейм Они выпустили Thread X-Wing Игра с миниатюрами В 2014 году Ближе к концу Они, собственно, создали эту игру Взяв за основу Механику игры По-моему, Винкс о горе Называется Про самолеты Первой мировой войны Вот Мы сильно ее дополнили Всякими фишками Из Вселенной Звездных войн И вот мы выпускали Кучу разных корабликов Достаточно симпатичных При том, что Они Припейнт Их не надо красить самому Они покрашены изначально Китайцами Да Трудоведовыми китайцами На фабриках Детский труд использовали Как в феностолке Наверное, у нее есть какие-то расширения То есть Есть какой-то стартовый набор Базовый Как я понимаю Эта коробочка и есть Стартовый базовый Набор, да? Да, вот это базовый набор Здесь, собственно Входят, помимо правил Всех необходимых шаблонов Для игры В какое-то количество токенов Входит Три истребителя Один Эксвинг Повстанческий Два Тайфайтера То есть Самые такие Известные корабли Вселенной Там, как бы Есть Брошулка С правилами И Собственно А че ж так Как-то И дайсы А че же Как-то вот несправедливо Один на двух Ну Дело в том, что Как бы Как например В каком-нибудь Собственно Есть у каждого корабля Своя стоимость И Тайфайтеры Это такие Расходные Мясо Да, расходные Такое мясо Статисты Звездные статисты Империи А Эксвинг Это такой Середняк Истребитель Понятно Который В принципе Достаточно мощный Орел демократии Я понял Все Карающая длань Ну хорошо Как я понимаю За два года Два года Прошло уже С релиза Игра дополнилась Множеством моделей Новых Да Как я вижу Да Собственно Изначально Вышли Всего с релизом Четыре корабля То есть Те, которые Два входят В стартер Также Тай Адвансит И Лай Винг А все остальное Было уже выпущено позже Здесь Сейчас присутствует Не всю Из имеющихся на данный момент Линейки Мне не хватает Одного корабля Повстанцев От райдера Такой типа Похож на Тысячилинец Сокол Но поменьше Чуть А здесь Не хватает Двух Истребителей Продвинутых Тай Фантома Тай Дефендера И также Тоже Большого корабля Дециматора Такого Очень большого корабля Местный Гредноут От кораблей Как бы Такой Небольшой В масштабах Звездных войн Но В масштабах Эти Достаточно Крупный Также Есть еще Два Эпических Расширения Это два Совсем Больших Корабля Которые Могут Участвовать Только В играх В специальном Формате На увеличенном Поле Это Корвет Повстанцев И транспорт Повстанцев У меня Здесь Огромные И это Продается Все отдельно В коробках То бишь Они расширяют Систему Продавая Кораблики В коробках Вместе Со всеми Необходимыми Прибамбасами Типа Карточки Пилотов Карточки Разных Дополнений Токены Все необходимые И система Будет расширяться За счет Расширяться Как будто Каламбур Расширенной Вселенной Да Так Происходит Возможно Что-то С новым Фильмом Добавится Новые Фильмы Игры Литература Комиксы То бишь По полной Есть куда Разрастаться И судя по популярности Этой системы Ну да Деньги На дву приносит Fantasy Flight То есть У них уже Кончились корабли Которые Присутствуют В фильмах И часть корабля У них уже Расширены Вселенной Например Есть Вот E-Wing Или там ХВК 290 Это Кайл Катар Налетал На таком Кораблике Персонаж С компьютерных Игр Вот Или там Z95 Вот такие вот Корабли Эти все Присутствовали В фильмах Это да Это классика Летающая Ну как бы У Империи тоже есть Расширенность Брошюра с правилами Вот Которые Описываются Правила Этой игры Она Не такая Как огромный Роллбук Там Про камера То есть Правила Достаточно Простые При этом Позволяют Разнообразно Играть Вот Не надо Читать Там Весь Страниц Текста Там Куча Таблиц И так далее Все Очень Достаточно Интуитивно На самом деле Сделаны Эти Правила Вот Так же Туда Входит Небольшая Брошюра С Набор Шаблонов Роллбук Для нас Недалеких Нердов Шикарно Шаблоны Для движения Кораблей Которые Мы посмотрим Позже Линейка Для стрельбы И карты Пилотов Эпгрейдов И так далее Которые входят В стартовый набор А и астероиды Которые Раскладываются На поле Чтобы было Интереснее Маневрировать Ну неплохой Неплохой И все Остальные Кораблики Покупаем В отдельных Коробочках Отлично Ну хорошо За что воюем Обычно Ну обычно Все люди играют Просто как бы На уничтожение Вот Но в миссиях Есть захват Ратных Каких-то там Капсул Спасательных Конвоирование Транспорта Вот И всякие Такие миссии То есть Во многих Дополнениях Идут еще миссии То есть С маленькими кораблями Не ведут А вот с большими кораблями В том же Членец Дополнительные Миссии И собирается Армия Ну не армия А именно Отделение Скадрон Звено Именно и По очкам По очковой стоимости Набираются кораблики Стандартная игра 100 очков И к примеру Сколько стоит Вот классика Жанра Иксфинг Самый дешевый Иксфинг С самым таким Плохо Обученным пилотом Стоит 21 очко Вот Конфлик Скайлокер Стоит уже 29 Ну и плюс Сверху Всего 29 А Всего Вот И плюс Можно накрутить Уже дополнительные Модификации Вот Например Выдать ему Торпеду Или посадить туда Адроида Типа Р2Д2 Вот Ну то есть Как я понимаю В среднем Это бои 5-6-7 корабликов Ну если точно быть То как бы От 2 до 8 То есть меньше Все таки Вряд ли возьмешь Если ты конечно Не будешь специально Тратить очки И максимум 8 Это там 8 тайфайтеров Самых дешевых Или 8-95 Влезает в один рост Больше просто Не хватит очков А планы Планы на будущее У системы Ну У них планируется Достаточно большое Расширение В следующий Будет 6-ая волна Вот Которая вводит В игру Третью фракцию Помимо империи Мятежников Туда входит Значит Фракция отбросов И бандитов Вот В которой включаются Третья наемников Пиратов И представители Преступных синдикратов Такое Черное солнце Например То есть Как я понимаю У нас есть Две фракции Это Империя И Альянс И Теперь будет Еще Третья Быдло Фракция Да У них Еще есть Дополнительная вещь Которая Вводится То что Здесь сейчас У каждой фракции Свои корабли Как бы уникальные То есть У них нет Использования Кораблей Друг друга А новая фракция Использует Помимо своих Уникальных кораблей Использует Часть кораблей Империи И мятежников В основном Мятежников То есть Например Туда входит Также Такой корабль Корабль Боба Фета Вот Вот такой корабль Такой И вот такой Ну как бы Со своими Некоторыми Уникальными Апгрейдами Для фракции И там Уникальными пилотами Хотя что интересно Например Именные пилоты К этому кораблю Переходят И в ту же фракцию Но со своими Способностями Другими То есть Когда они Работают на империю Они как бы Действуют так А когда Являются Вольными наемниками Почему то иначе Хорошо Ну что ж Давай когда Попытаемся Немножко Познакомить людей С тем Как в это играется Самое интересное Часть нашего обзора Будет Как оно происходит Все это дело На столе То есть Это игра Просто как мы Играем на ком-то столе С моделями Какой стол у нас Размер Размер Три фута на три фута То есть Почти метр на метр Почти Да Неплохо Кстати Ну Не так много Может даже На кухне поиграть И как я понимаю В каждой В каждой Самолете Как я уже услышал Можно посадить Крутого героя Из киношки Да Можно как бы Либо Из киношки Либо из какого-нибудь комиксов В зависимости от того Какой-то корабль То есть Если мне Нравится Лохматый Обьянный Чубако Я могу сказать Что Посмотреть в карточках Порыться Найти его И сказать Что у меня Тут сидит Чубако Да Например В тысячелетном соколе Может сидеть Чубако Охренеть То есть Он может сидеть Здесь Как пилот Тысячелетный сокол Либо Как экипаж Член экипаж Любого из кораблей Тысячелетник Куда может Посидеть Тысячелетный сокол Можно Вот в этот корабль Посидеть А можно Вот в этот То есть Есть два варианта Использования героев Либо как пилот Либо как Суппорт Внутри кораблика Если конечно Есть соответствующая Карта Как бы Героев Пилотов Конечно Больше Чем Членов Экипажа А тюнинг корабликов? У каждого корабля есть возможность утюнинговать Минимально тюнингованные корабли Это, конечно, тайфайтеры На них можно поставить только модификацию Это довольно дорогостоящая вещь Которая чуть улучшит этот корабль Добавит ему прочности Либо ставит щит на него Не спасет эту лоханку Да, в целом А вот некоторые другие корабли Могут сильно очень настраиваться Например, на Беринг можно поставить пушку Можно поставить члены экипажа После установки модификации И такой вещь, как системные апгрейды То есть вещь, которая тоже добавляет новых возможностей кораблю И можно загрузить торпедами его И много этих апгрейдов? Достаточно много, в принципе То есть тюнинг можно сделать качественно И растора, в принципе, разнообразные Даже если возьмешь более-менее одинаковые кораблики Да, то есть отличается пилот Отличаются способности, которые можно найти И плюс можно сам корабль тюнинговать Выдавать дроидов, ракеты разные, пушки, бомбы В зависимости от типа корабля Отлично, вот я к этому и клоню Что несмотря на кажущиеся не особо большое разнообразие В принципе, ну к тому, что через год можно доесть Нет, можно тюнинговать Можно разнообразить пилотами И уже по-другому будет игра ощущаться на столе Да, ну и дело в том, что еще само ФФГ Вносит часто изменения Так как многие все эти навыки Всякие оружия не входят в роутбук А выходят новыми карточками С новыми наборами То они могут в нового набора в качестве карточек Которые сильно меняют обстановку на столе То есть изменять Клево, это клево Выпускать новые навыки, новые там какие-то торпеды Которые делают какие-то Подлые, грязные вещи Архетипы какие-то там не очень же Такими крутыми, как они были Здорово И как ты думаешь Турнирное будущее у игры-то есть? Пробуют турниры? В принципе, уже есть настоящие У нас пока не очень много этих турниров Хотя набирают оборот В Москве уже вовсе идут У нас в Питере провели первый турнир Правда, теми же москвичами Потому что у нас как-то так Пока нет какого-то единого сообщества Но так создается Сейчас запустили лигу Вот В Петербурге Да В Москве уже идут Причем два дивизиона этой лиги В Москве Типа для крутых папок И для всех остальных Что ж такое-то? Чего ж мы так отстаем-то? Ну так получилось А за границей эти турниры идут активно Происходят чемпионаты мира уже Уже два прошло Причем так получилось, что один тот же человек выиграл оба Охренеть То есть даже что-то для этого Зависит от навыка ФФ поддерживает как-то их? Да, полностью Турнир подходит под виды ФФГ На официальных мероприятиях ФФГ или на генконе На каком-нибудь ФФГ делает специальные наборы призов Для турниров Которые можно играть в магазине И даже Которые турниры у нас проходили Тоже были с такими призами И ты там какое-то место занял хорошее? Второе, да Неплохо И при этом ты еще недавно начал в нее играть Хотя все начали в нее недавно играть Я начал играть в принципе достаточно давно Просто это очень мало делал Потому что пока как бы не было никакого сообщества Да и не с кем поиграть в общем Пару раз играл на кухню там с одним товарищем Ага То есть на турнире буквально Я сыграл пять игр, которые там замкнули первую десятку моих игр Только сыгранных Опять, опять пошел по проторинному пути С лудами начал Понятно Хорошо Тогда Вперед Будем разбирать Как играть Ну давай Игра начинается с остановки астероидов на поле То есть каждый игрок по очереди Выставляет астероиды Которые являются такими препятствиями во время игры Они блокируют Точнее ухудшают стрельбу через них И в них лучше не вертаться к кораблям Там всякие очень неприятные последствия могут быть Оба игрока это делают, да? По очереди, да Да, могут астероиды Небольшая стратегия в этом есть И как игра... Ну вот мы расставили астероиды Выяснили, кто у нас будет ходить первым или нет По-другому как-то работает Ну дальше расставляются корабли вдоль края стола Ход не так происходит, как в Архамере в каком-нибудь А ходят игроки одновременно Можно сказать В три фазы Первая фаза планирования Когда они задумывают маневры своих кораблей И в закрытых выкладывают с помощью Специальных, собственно, инструментов Вот таких Вот Затем в фазе активации корабли по очереди активируются Начиная с самых неумелых пилотов Переходя к более умелых до самых элитных И совершают эти маневры и действия Которые на них были заложены Плюс действия с карты И в третьей фазе игры это стрельба Когда корабли снова активируются Он уже в порядке начинает Крутизны Да, наиболее крутых пилотов К наиболее особым И преуспешность И приводит стрельбу По противникам, которые попали В их, значит, в райис поражения То есть мы сначала берем самых неуспешных пилотов Смотрим, что они делают А потом самые клевые парни Успешные Они уже, зная, что сделали другие Начинают действовать сами Да Неплохо Ну хорошо Давай тогда посмотрим, что у нас есть Из макулатурки Которая представлена здесь В обширном виде Карточки всяких корабликов Картон В общем, картон То, что любит ФФГ Окей, поехали Ну что же Вот перед нами, как я понимаю Полный набор того Что может пригодиться при игре Что понадобится нам при игре В X-Wing Это вся макулатура Которая идет с корабликами Правильно? Ну еще токены идут Еще токены Ну хорошо Вот начнем с самого интересного Картон, который находится под кораблем Подставка его Ну как бы здесь идет Схематичное отображение того Что находится на карте корабля Вот И арка стрельбы То есть, по сути, это референс Того, что находится на карточке Карточка это основное Да, карточка, конечно, основное Вот И в данном случае здесь Карточка представляет собой Скомбинированные характеристики корабля И пилота этого корабля То есть Часть характеристик Отположенные на карточке Делятся все пилоты данных кораблей Перед нами почти ас Да И средняк Минимальная Минимальная 1 Это чмо Джоджа Бинкс Его, к счастью, здесь нет В этой игре Согласен Ну хорошо Следующие характеристики Дальше мы здесь видим Характеристики корабля Это колонка из четырех цветных цифр Первая цифра Красного цвета В данном случае цифра 2 Обозначает Боевой потенциал Этого корабля Как он стреляет Он кидает 2 кубика Повреждения при стрельбе Вот это небольшое количество Видим Иксфинга их 3 Рядышком То есть Тайфайтер не очень мощный Истребитель В плане стрельбы Зеленая цифра Это Уклонение этого корабля Сколько кубиков он кидает Когда стреляет по нему Чтобы избежать повреждения В данном случае это 3 Хороший показатель Больше чем у Иксфинга То есть Тайфайтер это юркий истребитель Который хорошо уклоняется От атак Желатая цифра Это прочность корпуса В данном случае у двух кораблей Это одинаковое значение Цифра 3 Которая означает Что он получает 3 повреждения До того как погибнет Синяя цифра Это Щиты Энергетические Которые Добавляют Рочности В данном случае У Тайфайтера Это 0 У Иксфинга Еще дополнительные 2 попадания Которые причем Игнорируют Эффект критических повреждений Ну там кроме щита Разрушаться то и нечем Понятное дело Да Хорошо С цифрами мы разобрались То бишь перед нами Такой тяжелый Тяжелоясный Иксфинг И очень юркий Но нищебродский Тайфайтер Хорошо А цифра ниже Не ниже А значки ниже Это Это моделька Это маленькая моделька Понял А вот полоска снизу Полоска снизу Это доступные Апгрейды для корабля Для данного Или для пилота О! О! Стоп! Сейчас мы тут просто Затремся в информации Поехали Чего проще Цифры 18-25 Это стоимость Этого корабля В базовой комплектации В очках Собственно Но Тайфайтер точно Нищебродский То есть мы здесь видим Что очень хороший пилот Сидит на очень Говеной машине Говеной машине И стоит 18 очков А средний пилот Сидит на машине получше И стоит гораздо больше Прямо как в России Господи Все как в советское время США 60-е прямо Хорошо А вот Это Текст Да Надо зачитать Это самое опасное Для игрока Текст в центре карты У пилотов Которые безымянные Члены каких-то Эскадрильей Которые не имеют Как бы Своего лица Точнее имени Потому что Как-то не очень хорошо Где можно только корабль Здесь обычно Идет бэковая информация О именных пилотах Как здесь представлены Холлраннер И Бигс Дорк Лайтер Что кстати обозначено Точкой Перед именем Это уникальный пилот Такой может браться В росте только один То есть Такой умирает Один раз только Я понял Да У них У всех есть Некая способность Своя уникальная И в данном случае Здесь она описана В этом тексте Холлраннер Может поддерживать Своих товарищей Вот Давая возможность Перекинуть броски На стрельбу Которые Находятся Непосредственно Рядом с ним То есть Аз-командир По сути Да То есть Хорошо командует Хорошо А вот Парень который Ну как я вижу Парень который Погиб одним из первых Классно Делать даже В рамках игровой системы Правила антуражные И правила Крутое То есть Что он умеет? Ну Когда противники Стреляют По товарищам Кто рядом с ним Они должны все таки Стрелять сначала По этому кораблю Абигсу Если могут В него попасть То есть Он должен Сдохнуть первым Да Он принимает И будет на себя Все должно быть По сценарию Прямо как кино Я так и понимаю Не конец Антуражных правил В этой системе И все Все их способности Они так или иначе Как-то касаются Ихнего Бека То есть Составляющей Киношной Вселенной Это шикарно Это Шикарно Ну хорошо Поехали дальше Вот иксвинг Что это такое Иксвинг Это тип корабля Молодец Любите вселенной Сразу видно Хорошо А вот глазик Иероглиф Тут не хватает Птички В этой части Карты Отображаются Действия Которые доступны Пилоту данного корабля Они Собственно Тоже общие Для всех кораблей Данного типа Как мы видим У разных кораблей Разный набор Этих действий Собственно Первым действием Здесь является Фокус Это как раз действие Которое общее Вообще для всех кораблей Которое позволяет Концентрироваться Пилоту Получить Токен Фокуса Вот Кладется рядом С кораблем И он может Модифицировать Кубики Как нападения Так и защиты По неким правилам Круто Хорошо А еще Вот я вижу У тайфайтера Гораздо больше Да То есть Второе Это бочка Он может Сделать маневр Который Закладывался Изначально Игроком Сделать дополнительный Маневр Бочку Сместиться Сделать стрейф Лево или вправо Вот Если хочет Выйди например На более выгодную позицию Стрельбы А последнее? Последнее действие Это уклонение Когда он совершит Это действие Он тоже получает Токен Вот Который позволяет Потратив его Игнорировать Одно попадание Противника Клево Ну хорошо А чем тогда Может похвастаться Это наш тяжелый Истребитель Альянса Про фокус Мы уже рассказали Поэтому остается Действие Прицеливания Он также РФГ тоже любит Всякие токены Помимо карточек Ну это классика Для этой конторы Это действие Как бы задействует Сразу два токена Ох Шикарно Потом выкладываете Токен То что вы В кого-то Прицелились И токен Что вы прицелились Именно в него Вот И Дальше Против этого корабля Вы можете Либо Выпустить Торпеду Это как бы Обязательное условие Для Использования Торпеды Да Это конкретные Торпеды Что должен быть Ну Маркер Понятное дело Маркер Либо Стреляя из обычного Оружия Вы можете Потратить его И перебросить Не понравилось Реролы То есть Сделать рерол Ну Тут более-менее Все очевидно Прицеливание Дает тебе какие-то бонусы Либо ты Как маркер В Вархаммере Вешаешь что-то Как та Упускаешь ракеты Либо даешь Сибириролы Более-менее очевидно Как я вижу Они тут помечены АА Наверное Би-би Есть Си-си Да Есть Веселфамид Это уже Как бы Из более поздних Испансий Где уже пошел Позвольные буковки Для удобства Чтобы не путаться Да Потому что Так может быть Много выложения Согласен Хорошо Ну А вот Самое последнее То что я махал рукой Грейды Правильно я понимаю? Это апгрейды Доступные данному кораблю Либо пилоту То есть Большая часть апгрейдов То что доступны кораблю Вот В данном случае Мы видим У Экс Финга Есть две иконки Это Первая иконка Это торпеды Вот Здесь будет торпеда Которую можно взять За дополнительные очки И выпустить В противника А вторая иконка Это Остромех Это дроид Который создает Помните В Экс Финг Сзади пилота Вот он Что-нибудь делает Помогает Как-то там Чинить Вот так Обычный Говорит Сидит Дроид R2 R2 Кстати Тоже именной Как мы видим У него Источка У имени Да Уникальный Товарищ Да 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 Он помогает Увеличивает За счет действия Уклонение Этого пилота На один ход Самое Крутое Перед До него Осталось Полпути